Дорогие друзья, рады всех приветствовать. Это рубрика прогноз погоды с Михаилом Леусом. У нас Михаил на связи. Здравствуйте. Добрый день. Подводим итоги года. Барабанная дробь. Финальный выпуск нашей рубрики в уходящем 2023 году. Михаил, тут собственно ваши коллеги буквально вчера-позавчера заинтриговали и вы тоже. Что же все-таки нам ждать на Новый год? Прежде всего давайте скажем, что в Москве погода будет очень разная. Начнется 31 декабря с оттепелей, а закончатся морозами, а 1 января сильными морозами. Достаточно резкий будет переход из тепла в холод. Погоду будет формировать циклон. Сегодня мы находимся на пути его теплого атмосферного фронта. И если в начале дня и утром небольшой морозец и слабый снег, то к вечеру температура перевалит через нулевую отметку. 0,2 в вечерние часы и небольшой снег и мокрый снег. Ожидаем мы сегодня в столице. В субботу волна тепла, связанная с атлантическим циклоном, достигнет своего максимума. Погода будет облачная, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. И температура повысится до плюс 2-4 градусов в столице. Ну и 31 числа начало будет, как я уже сказал, важным, с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Около полудня столбики термометров перейдут через нулевую отметку. На дороге сформируется гололедица. Кто еще в этот день будет заниматься праздничной суетой, надо будет быть внимательным, чтобы не подскользнуться на машине очень аккуратно и осторожно. Осадки будут переходить в небольшой снег. Ну и в новогоднюю ночь, в момент боя курантов, как говорится, в момент поздравления президента, мы ожидаем, что в Москве будет довольно облачно, небольшой снег и минус 4-6 градусов. Вполне комфортная такая погода. К утру еще немного похолодает, минус 8-10 градусов. И вот 1 января мы проведем при небольшом падающем снеге и вот при таких вот температурах. Теплее, чем минус 8-10 не станет. И 2 будет еще холоднее. Мы ждем, так называемое, ультраполярное вторжение. То есть вторжение очень холодного воздуха из акватории Карского моря. И не исключено, что, наверное, 3-го в ночь в столицу придут первые минус 20 в эту зиму. То есть из тепла в холод. Вот такой девиз нынешнего Нового года в Москве. Понятно. А в Санкт-Петербурге же нечто подобное ожидается? Похожее, но немножко по-другому сценарию. Циклон проходит южнее Санкт-Петербурга, поэтому там без оттепелей. Сегодня там небольшой снег и минус 1-3 градуса. В субботу и воскресенье снега станет чуть побольше. В субботу минус 2-4, в воскресенье в течение дня минус 5-7 градусов. Ну и новогодняя ночь тоже будет при небольшом снеге пройдет. И в полночь столбики термометров опустятся до отметки минус 8-10 градусов. Чуть холоднее, чем в Москве. Утру 1 января минус 11-13. Небольшой снег, перемежающийся с солнцем вот в первый день Нового года. И в дневные часы также те же самые минус 11-13. И дальнейшее похолодание в начале каникул. Санкт-Петербург тоже 2-3 числа, ну скорее всего 3-го, ждут первые минус 20 за эту зиму. Без, как говорится, эксцессов в виде оттепелей, но тоже постепенно и плавно в русские морозы. Давно не было, чтобы Новый год и в Москве, и в Санкт-Петербурге был такой зимний, не слякотный, а вот при небольшом снеге и при умеренных морозах. Михаил, спасибо вам огромное, но все оказалось не так мрачно, как мы с вами предсказывали в понедельник. Так что жизнь-то налаживается. Да, поэтому мы и стараемся общаться чаще, потому как вот в условиях таких активных циклонов погода меняется довольно быстро и за длительный срок сложно предсказать ее точно. Ну и заканчивая, как говорится, наш с вами разговор, я хочу поздравить всех, кто нас смотрит, всех, кто интересуется погодой с наступающим новым 2024 годом. Прежде всего желаю каждому здоровья, мирного неба. Ну и относитесь к погоде философски. Изменить мы ее не в силах, поэтому принимайте ее такой, какая она есть. И пусть в Новом году каждого из вас радует ваша любимая погода. Михаил, мы от всей души вас тоже очень любим. Во-первых, спасибо вам огромное за сотрудничество с нами. Вам отличного праздника, чтобы все сложилось так, как вы хотели при любимой погоде. И, конечно же, успехов в Новом году. Ну и просто пока что прекрасной встречи Нового года. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всем-всех плакал.